Здравствуйте, меня зовут Полина Макей, вы смотрите Минский Курьер. Эта неделя для Беларуси прошла очень плодотворно. Минск и Ташкент стали городами-побратимами. Сразу три акции объединили минчан вокруг добрых дел, а тем временем МЧС не дремлет и представила новые разработки боевой одежды. Говорим о главном прямо сейчас. Минск-Ташкент. Теплые контакты и выгодные контракты. С официальным визитом президент Беларуси прибыл в Узбекистан. Встреча лидеров двух стран прошла в формате как один на один, так и в расширенном составе. В центре внимания вопросы углубления межгосударственных отношений в развитии торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Стороны определили направление взаимодействия в здравоохранении. Совместный выпуск белазов в Узбекистане. Также планируют увеличить товарообороты и перешагнуть цифру в миллиард долларов. Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что мы взяли в Центральной Азии вашу страну за основу. Страну, с которой мы, прежде всего, должны развивать отношения. Очень высокие компетенции. Очень высокие. Вы так самокритично подходите, но у вас такие компетенции. Вы умеете многое делать, что нам надо у вас учиться. Те технологии, которые остались у нас от Советского Союза, что-то мы добавили, вы это знаете, мы готовы полностью переносить на территорию Узбекистана. По итогам переговоров заключен ряд двухсторонних соглашений. В том числе стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества двух стран на два года. Развиваются отношения двух государств и на региональном уровне. В узбекскую столицу для участия во втором форуме регионов прибыла делегация из Минского главе с председателем Мингорсполкома Владимиром Кухаревым. Развитие двухсторонних отношений между Минским и Ташкентом было положено в 2019 году, когда было подписано первое соглашение о торгово-экономическом, наушно-техническом и культурном сотрудничестве между столицами. И в этом году Минский Ташкент отметит пятилетие со дня подписания соглашения. За такой очень продолжительный период сотрудничество между столицами развивается стремительно во всех сферах. Приоритетные направления сотрудничества в сферах промышленности, образования, здравоохранения, культуры и туризма, взаимодействия бизнеса двух стран по итогам встречи состоялось в подписании плана мероприятий на ближайшие два года, а Минск и Ташкент стали городами-побратимами. Дети войны – память через века. Поистине историческая встреча открывает серию мероприятий, приуроченных к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Общегородская диалоговая площадка вещала в Музее истории Великой Отечественной войны, на которой был представлен документальный фильм «Фаб Зайца», рассказывающий о 12 тысячах подростков из Беларуси, приехавших получать образование в Ленинград. Значимость встречи подчеркнула начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингоросполкома Ольга Чемоданова в студии проекта «Вечерний политический канал». Были приглашены блокадники Ленинграда, Галактионов, Владимир Георгиевич, который был супругой, они пришли для того, чтобы опять же пообщаться с нашим молодежью, рассказать о том времени, в общем-то, наверное, поделиться тем, что они пережили в первую очередь. Вы знаете, потрясающая встреча, общение, несмотря на то, что вот такое расстояние. Все выпуски вы можете найти на YouTube-канале проекта, а также каждый вечер по будням на Радио Минск 92.4FM. Полную версию встречи «Дети войны. Память через века» можно найти на YouTube-канале Минск Ньюс. С добрым сердцем в каждый дом. Благотворительный марафон, объединяющий неравнодушных в трудный час. Главная цель – собрать средства для детей с ограниченными возможностями. Формат участия прост. Каждый район определяет программу самостоятельно, будь то выставки, концерты или другие мероприятия. Как помогают в Советском районе, рассказала Оксана Беськов, председатель Советской районной организации Белорусского союза женщин. Филармония тоже принимает участие в этом марафоне. Сегодня у нас как бы такая маленькая презентация концерт, а завтра мы продолжим в Дворце искусств. В течение всего дня могут жители нашего района и жители других районов посетить выставку, и все средства, которые будут собраны в течение завтрашнего дня, тоже будут перечислены на специальный счет. Присоединиться к добрым делам может каждый, перечислив деньги на расчетный счет в банке. Марафон стартовал 18 января. За месяц побывает во всех районах Минска. Средства для лечения, реабилитации, а также развития получат 44 маленьких белоруса. Завершится акция 16 февраля. О важном, на простом и доступном языке. Культурно-патриотическая акция «Мы вместе нас миллионам» в стенах столичных предприятий. Главная тема в эти дни – большая электоральная кампания, ведь уже 25 февраля – единый день голосования. Подробнее рассказал заместитель председателя Мингоросполкома Артем Цура. Мы очень рады тому, что откликаются на подобное приглашение наших предприятий, наши артисты, и таким образом тоже показывают, что они причастны к той политической жизни, которая происходит в нашей стране. Акция охватывает все значимые объекты города Минска – поликлиники, больницы, вузы и, конечно, крупные предприятия. Инициатива принадлежит руководителям столичных предприятий, поддержанным властью. Марафон продлится до 23 февраля. Выбираем будущее вместе. Информационно-просветительский проект «Паштоу Кабел» запустили по всей стране. Эта инициатива создана активистами Союза молодежи, призвана напомнить гражданам страны об их конституционном избирательном праве и гражданской ответственности. Организаторы разработали тематическую почтовую карточку «Выбираем будущее вместе» с именным приглашением на выборы. Церемония торжественного гашения состоялась в главпочтамте. Центральная избирательная комиссия Беларуси поддерживает креативную агитацию на выборах. Об этом рассказал ее председатель Игорь Карпенко. «Оказать содействие избирательным комиссиям и еще раз в такой креативной реформе пригласить наших избирателей на избирательные участки прийти 25 февраля и сделать свой выбор». Проекта хватит все регионы страны. По 20 февраля почтовую карточку «Выбираем будущее вместе» сможет заполнить и бесплатно отправить каждый желающий. Вклад в будущее страны. В Минске прошел городской этап конкурса «100 идей для Беларуси». Конкуренция серьезная. В 13-й сезон проекта поступило 334 заявки. Однако в городской этап было отобрано 44 разработки в самых разных областях. Наиболее популярные направления – информационно-коммуникационные технологии и общество и социальная сфера. О важности проведения проекта рассказал Константин Андрусевич. Второй – секретарь Минского городского комитета БРСМ. «На самом деле результаты наших учащихся, наших участников проекта впечатляют и не могут оставить равнодушных, в том числе тех экспертов, которые интересуются молодежными разработками». Воплощение в жизни «День молодежи» – одна из главных целей проекта. По статистике, каждый пятый проект реализован. Спасать жизни бойцам МЧС помогает не только ежедневный самоотверженный труд, но и наука. Все инновационные разработки рождаются в стенах научно-исследовательского института пожарной безопасности. Разработана широкая линейка боевой одежды для тушения ландшафтных пожаров в экстремальных минусовых температурах в условиях Арктики, а также повышенных тепловых и химических воздействий. Новая линейка уже поступила в подразделение, однако перед этим на полигоне для тестирования одежда подвергается воздействию открытого пламени, проверяется и устойчивость к влаге. Подробнее рассказал начальник испытательно-исследовательского полигона Юрий Ивлев. «Все наши испытания, прежде всего, направлены на то, чтобы та продукция, которая применяется на различных объектах строительства зданий и сооружений, выдержала необходимый предел огнестойкости. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обеспечила те драгоценные минуты, которые необходимы на, соответственно, ликвидацию». Безопасность в каждый дом. В Минске определили лучший уголок пожарной безопасности. Ранее в школах были оборудованы стенды с интерактивными заданиями, чтобы ученики могли ознакомиться с правилами пожарной безопасности и спасения в разных жизненных ситуациях. Средней школе номер два наградили победителей городского конкурса. Там также сотрудники МЧС показали школьникам пожарную технику, а герои мультфильма «Спецотряд 112» прокатили самых маленьких на детских электромобилях, а самые смелые смогли потушить условное возгорание с помощью огнетушителя. О важности обучения правилам пожарной безопасности с самого детства рассказал Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингородсполкома. Все ученики учреждения образования пройдут через этот уголок, обучатся основным правилам безопасности. Эта информация у них будет ежедневно закрепляться. В планах у комитета по образованию подобные уголки совместно с городским управлением МЧС открыть в каждой школе города Минска. Минчане смогли попробовать гостеприимство Смоленска на вкус. В течение семи дней жители столицу баловали национальными смоленскими завтраками. Меню гречка с грибами, резники, тыквенный пирог, яблоко бонапарты и многое другое. Наша съемочная группа окунулась в гастрономическое удовольствие. Смоленские завтраки – это своеобразный винегрет из разных традиций народов. Осталось попробовать смоленские обеды и ужины. По окончании проекта с такой же инициативой в Смоленск поедут и белорусские повара. К слову, такой кулинарный обмен реализуется впервые. Превратить любимое дело в профессию удается не каждому. Новый герой проекта «Минска Томы» – шеф-повар Антон Калейник. Мастер кулинарии не только успел поработать во многих известных ресторанах Минска, но и был признан одним из лучших шеф-поваров мира. В своем интервью нашим журналистам он рассказал о детских мечтах и раскрыл секреты профессии. Первым важным блюдом фрусской кулинарии является ктофельное пюре. Самое важное блюдо. И там есть рецепт, который высоченный, что оно в камне. Картофель, сливочное масло только одному. Все падают в умыр, как вы сейчас. Ну вы попробуйте так сделать. Это были все главные новости на этой неделе. Узнать больше можно на портале minsknews.by. Но выходные встречают теплом и гостеприимством Башкортостана. Самый колоритный фестиваль ждет вас у «Минской ратуши». Мы желаем вам хороших выходных. Берегите себя и до встречи через неделю.